Господин Рожко, что мешало им договориться, партнерам по альянсу собраться вдали от глаз пресса, договориться, чтобы не выносить, как говорится, ссоры из избы? Ну это борьба за имидж, это борьба за собственную популярность. Вот Гимпу опять обронил вот такой глупости, все комментируем, вот что сказал товарищ Гимпу, такой умный политик, один из руководителей страны. Я хотел бы сконцерить внимание, если можно, несколько секунд на совсем другом аспекте. У нас происходит почти тотальное коллективное помутнение разума. Я вспоминаю советское время, когда было крамолой говорить что-то другое, чем написано в газете «Правда» или в официальных выступлениях советских руководителей. Так что происходит, господа или товарищи, мы сменили красных комиссаров на голубых. Тогда мы принимали абсолютно бессознательно любую ЦУ и линию партии. И вторили как идиоты, что именно так и коммунизм будет построен. Теперь нас убеждают в том, что какие-то дяди из Брюсселя хотят нас осчастливить при помощи этого закона. Я уже не говорю о христианских ценностях, тут нескольких говорить в руководстве страны. Но, смотрите, что предлагает нам Евросоюз или его представитель Гирк Шубель. Ребята, вы примите этот сатанинский закон, а взамен мы вам либерализируем условия приезда на наш черный рынок труда, чтобы вы нам жопу подмывали. Понимаете, что происходит? Граждане этой страны должны прийти в себя. Мы когда-нибудь придем в себя, что мы можем стать самодостаточной экономически развитой страной без того, чтобы унижаться. Кто нам сказал, что Евросоюз выживет до следующего года? Кто придумал этот анекдот? Ребята, вспомните времена Хрущева. Нам обещали в 20 лет стать коммунистической страной. Теперь нам говорят, радужные голубые зори нам светят через 20 лет. Не будет Республика Молдова членом Евросоюза и не надо. Да. Евросоюз сокрушительно валится, проваливается экономически, финансово, нравственно, культурно. Это законченный проект. И нам надо перестать обезьянничать и присмыкаться. Не нужно кичиться, мы маленькая страна. Вы должны уважительно относиться ко всем. Но чтобы всякие приезжие комиссары нам указывали, как жить, с кем спать, как создавать семью и что такое ценности, мы все-таки не дикари. Это для меня очень щепетильный вопрос. И я сожалею, что в нынешнем парламентском большинстве не находится ни одного, сколько-нибудь достойного, нравственного, скромного депутата, который сказал бы, ребята, а я против. Потому что я уважаю свою семью, своих родителей, своих детей. И я такой закон ни за что в жизни не могу принять. Потому что других аргументов, кроме того, что нам сказал Шубель, а Филат обещал. Ну, обещал, пусть подаст в отставку память. Они только отрискали, надо принять. А что он обещал? Я с такой умный, что он референдум по этому поводу? Но закон о дискриминации, в конце концов, он же не предусматривает только определенное... Нет, знаете что, я уже доказывал на вашем телевидении и только брал Конституцию. Вот господин Михай Петраки очень хорошо знает эту статью. И перечисливал все виды национальных и не только национальных меньшинств. Я брал и другие законы, которые определяют полностью социальные, юридические гарантии, гарантии по труду и так далее. Только одна синтагма появляется. Абсолютно идиотская и сатанинская. Так называемая сексуальная направленность. Слава богу, их у нас уголовно никто не преследует. А зачем кичиться своей частой жизнью? Пусть берут на себя греху своей частной жизни. Почему нынешние власти... Выйти на почту и судьберники. А подождите, почему нынешние власти так охотно организовывают референдумы для сохранения собственной власти? А по этому поводу не собираются организовывать референдум? Вот у нас господин Шеллин все в другой союз тащит. Мы предложим, да, Евразийский союз. Вот, Виктор, там вставь еще один вопрос. Спроси народ, хотят ли они, чтобы наша нравственность полностью упала. И не надо нам показывать, пожалуйста, на то. Я говорил с моими друзьями из Америки, из Европы. Они крестятся во все стороны. Он говорит, Юра, 30 лет назад нам казалось это маргинальное явление. Теперь мы теряем наших детей в лицеях, в садиках, в университетах, в армии. Зачем нужно, как в Америке, чтобы в армии это было разрешено? Зачем нужно, как во Франции, чтобы человек, который стал президентом Франции, обещал однополые браки? Нам это нужно. Нам такой Запад не нужен. Зачем нужно, как в Америке, чтобы человек, который стал президентом Франции,